Инициатива проведения акции «День сдачи ЕГЭ с родителями» принадлежит Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки. Первые мероприятия прошло в 2017 году. Ленинградская область включилась в процесс проведения с самого старта. Одним из пунктов государственного экзамена для взрослых в Волховском районе является подготовленная площадка в Сестройской средней школе номер 2. Акция для родителей «Единый день написания ЕГЭ» проводится для того, чтобы родители смогли своими глазами увидеть ту процедуру, которая в скором времени предстоит пройти их детям. Для того, чтобы снять беспокойство, снять тревожность, для того, чтобы показать, что все, в общем-то, стандартно, все привычно, все отработано и все у детей получится, все будет хорошо. Для того, чтобы родители не волновались, для того, чтобы они могли поддержать своих детей, им очень нужна сейчас поддержка родителей, и для того, чтобы они поняли, насколько это серьезная, важная процедура, которую предстоит их детям пройти. Большинство из родных выпускников акцию, которая проводится ежегодно, воспринимают позитивно. Они считают, что всегда интересно самим увидеть, как организована процедура экзамена. К тому же, это прекрасная возможность снова оказаться за партами и проверить, что помнится из школьной программы. Ну и, конечно же, это незабываемый опыт. Сегодня я увидела, что на самом деле процедура экзамена не такая уж и страшная. Нет никакого дискомфорта. Все четко и организовано. Атмосфера вполне дружелюбная. Думаю, родителям надо не бояться, а испытать на себе, чтобы снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ. И у них будет меньше вопросов. Желаем всем нашим детям, которые будут сдавать экзамен высоких баллов. Взрослые участники акции прошли все положенные этапы предэкзаменационной процедуры. Все было организовано так же серьезно, как и во время настоящей аттестации. До входа в классы проход через рамки металлоискателей. В аудитории, в которой родители будут писать ЕГЭ, можно взять с собой только паспорт и гелевую ручку. После того, как участники заняли места в классах, организаторы зачитали правила проведения экзамена. Распечатали комплекты заданий, раздали их каждому, помогли заполнить бланки и ЕГЭ начался. В этом году родители сдавали русский язык. Для них были разработаны сокращенные варианты экзаменационных работ. В контрольно-измерительные материалы включено 8 заданий, включая сочинение объемом 150 слов. На выполнение работы отводилось 30 минут. В реальности же 11-классникам необходимо выполнить 27 заданий за 3 часа 55 минут. Приняв участие в сдаче ЕГЭ, мамы и папы теперь узнали процесс изнутри, а значит волноваться они будут меньше. Все остальное теперь зависит от знаний самих детей. Единый государственный экзамен 2023 года в регионе планируют сдавать 5756 человек. Из них 5232 – выпускники текущего года. 461 человек закончили учебные учреждения в предыдущие годы. И еще 55 – учащиеся, которые заканчивают учреждения профессионального образования в этом году. Первые для школьников аттестационные испытания пройдут 26 мая. Это будет проверка знаний по литературе, химии и географии.